Вся жизнь в нескольких залах. Выставка имени Людмилы Гурченко открылась в Нижнем Новгороде. Какой она была, теперь это знают не только окружавшие ее люди. Она здесь, в каждой детали, в каждом из 19 нарядов, представленных на выставке. Костюм сценический, костюм кинематографический. Это вещь абсолютно эфемерная и умирающая вместе с окончанием спектакля, либо фильма. У Гурченко, не знаю, каким образом это сложилось, абсолютно не знаю, но она смогла собрать коллекцию из 800 костюмов, из фильмов и спектаклей. Для нее шили лучшие дизайнеры, российские и зарубежные, но у нее всегда было свое мнение. Если наряд ей не нравился, она его изменяла. Так случилось с этим платьем от Роберта Кавали. Людмила Марковна добавила сюда винтажную вышивку с пайетками. Или вот это платье, стилизованное под легендарный наряд из фильма «Карнавальная ночь», который давно погиб, но был искусно воссоздан. Эта актриса поразительно прорабатывала роли до деталей, раскладывала судьбу героев до поступка. И вот сережки из вокзала для двоих как раз один из самых показательных, по-моему, экспонатов, когда мы имеем хамоватую провинциальную буфетчицу, у которой такие нежные, трепетные вот эти детали, элементы. И действительно этот момент выдает нам характер героини в конце фильма. В нескольких залах Нижегородского выставочного комплекса можно увидеть не только наряды, но и фотографии и киноафиши разных лет. И кинонаграду «Золотой орел» из Филиппин, страницы из дневника и даже фото кумира Гурченко, немецкой актрисы Марии Кирек с автографом. Гурченко, она всегда млада. И нам в этой жизни, мы вообще должны быть молодыми. Понимаете, стимул, она всегда была очень энергична, очень своеобразная женщина. И нам надо гордиться, нам гордиться и быть такой же, как она. Погрузиться в мир Людмилы Гурченко нижегородцы смогут до 26 февраля.